Уважаемые коллеги, мы продолжаем двигаться дальше. И следующий доклад Сергея Анатольевича Ракула. Органсохраняющий хирургии у больных мышечно-инвазионным раком мочевого пузыря. Пожалуйста, Сергей Анатольевич. Единственная просьба – регламент. И еще раз регламент времени. Продолжение следует. Пузыря была внедрена в клиническую практику еще в конце XIX века. Однако при поиске литературы в подмеде мы нашли первые ссылки на использование данной методики только за 1948 год, за 1953 год. То есть это были те годы, когда появились первые клинические сообщения об использовании резекции мочевого пузыря при его наобразовании. Следующая группа сообщений уже в значительно большем количестве. И они отразили уже целые обзоры большого количества случаев, касаются уже 60-70-х годов. Однако уже тогда было замечено, что данный метод был не совсем эффективен, потому что после него возникали в достаточно большом количестве случаев рецидивы. В частности до 70%. Немаленькая была переоперационная летальность до 10%. Ну и 5-летняя выживаемость, конечно, тоже оставлялась желать лучшего. Но со временем были выработаны показания к этой операции. И прежде всего самым главным показанием был отбор пациентов, которые не подходили в категорию для радикальной цистектомии. И, конечно, это прежде всего были пациенты возрастные, и у которых имелись сопутствующие заболевания, которые не позволяли произвести столь радикальную и сложную операцию. И менее значимыми показаниями, но тем не менее они весьма актуальными. Это, естественно, наличие одинарной опухоли, размер которой не превышал 5 см. Также должны были иметь возможность резицировать в пределах здоровых тканей, отступая определенное количество сантиметров от опухоли, отсутствие карциномы ин-ситу. Ну и, конечно, чтобы обеспечить соответствующее качество жизни, емкость мочевого пузыря также должна была быть достаточной после операционного вмешательства. Со временем также появились и определенные противопоказания к этому вмешательству. Опять же, возвращаясь к нему, это определенные локализации опухоли. В частности, не рекомендовалось выполнить данную операцию при инвазии в мочепоззирный треугольник. Не было необходимости выполнить данную операцию перед лучевой терапией. А также самым главным противопоказанием – это наличие карциномы ин-ситу и наличие распространенного онкологического процесса. На слайде отображены показатели тренда использования этой методики уже в последние годы. Это уже после 80-х годов. Очевидно, что в начале практически у каждого пятого пациента с мышечной инвазией в стенку мочевого пузыря каждый пятый пациент подвергался этой операции. И уже к началу нашего 21 века частота подобных операций снизилась практически в 5 раз и составляет не более 10%. В некоторых случаях даже и того меньше. О результатах этого вмешательства поговорим чуть больше. В 80-х-90-х годах, как вы видите, что пятилетняя общая выживаемость составляла чуть более 20%. Большая частота рецидивов, достаточно большая частота возникновения отдаленных метастазов, отдаленных рецидивов. И практически у каждого пятого пациента требовалось выполнение спасительной радикальной цистектомии. После которой выживаемость также была весьма низкая, не более 50% в течение нескольких лет. В 21 веке с использованием современных технологий, с использованием химиотерапии, лучевой терапии, с использованием новых методик, результаты данного вмешательства несколько улучшились. В частности, общая выживаемость достигает уже 70%, тогда как канцерспецифическая выживаемость более 80%. Но все так же частота спасительной радикальной цистектомии составляет практически у каждого пятого пациента около 20%. Но если более тщательно подходить к антомизации пациентов, если более тщательно подходить к отбору пациентов, а также к оценке полученных результатов, то, как мы видим, на основе данных большого мультицентрового исследования, в котором наблюдалось более полутора тысяч пациентов, очевидно, что в некоторых случаях результаты резекции мочевого пузыря не так уж плохие. Общая выживаемость, как и канцерспецифическая, в ряде случаев соответствует. Но тем не менее, все так же часто пациенты подвергаются спасительной цистектомии. Еще одна работа, это уже из Канады, в которой также большое количество наблюдаемых пациентов. И такие же результаты, что пятилетняя общая выживаемость при радикальной цистектомии и при резекции стенки мочевого пузыря сопоставима. Однако, очевидно, что у каждого пятого пациента уже выполняется тазовая лифоденотомия. Но тем не менее, частота спасительных цистектомий остается достаточно высокой. Что касается осложнений после данной операции. Очевидно, что одним из преимуществ этой операции является меньшая инвазивность для пациента и, соответственно, меньшее количество осложнений. Как вы видите, частота осложнений разнится более чем вдвое. И также отличается практически в 8 раз это количество повторных операций. И 30-дневная переоперационная летальность практически вдвое ниже, чем после цистектомии. Собственно, что является тем манящим призом для выполнения этой операции для хирурга. Еще одна статья по поводу осложнений. Это большое исследование американское, которое включает в себя более 65 тысяч пациентов. Частота летальных исходов, как видите, невелика, всего лишь 2%. Но достаточно часто возникает кишечная непроходимость практически у каждого десятого. Ну и, соответственно, пневмония, тромбоэмболические осложнения и раневая инфекция – это такие осложнения, которые наблюдаются, когда мы оперируем достаточно возрастных пациентов. К сожалению, не так часто удалось возможность знакомиться с работами отечественных авторов по поводу данной проблемы. И есть несколько публикаций из Казани, из клиники профессора Сидыковой, в общем-то, о резекции мучевого пузыря. Как вы видите, здесь достаточно тоже большая выборка, более 300 человек. Однако они в своем сообщении сообщают только о двух видах осложнения. Это как инфекционное осложнение и послеоперационное кровотечение. Как мы видим, после этой операции достаточно часто возникает острый пилонефрит. И каждого десятого пациента с таким осложнением требуется повторная операция. Пути повышения эффективности этих операций. Ну, прежде всего, как мы говорили, это строгий отбор пациенту. Понятно, что если есть возможность делать радикальную цистектомию, то надо всеми силами стараться это сделать, подготовиться к следующим образом пациентов, провести, может быть, необходимое дооперационное лечение. Однако и этого иногда не хватает и приходится обращаться к палиативному лечению. Следующим направлением – это химиотерапия, ну и тазовая лимфодоноктомия. О том, о чём сейчас очень много говорят, как при открытых радикальных цистектомиях, как и при лапароскопических. Следует заметить, что тазовая лимфодоноктомия при резекции мочевого пузыря выполняется в лучшем случае у каждого третьего пациента. Тогда как при радикальных операциях это происходит значительно чаще. Вот ещё одно многоцентровое исследование, в котором участвовали клиники из Германии, Франции, Италии и Канады. Достаточно большая выборка пациентов, которым выполнилась резекция мочевого пузыря. И в это исследование включались пациенты с различными стадиями, с различной распространённостью онкологического процесса. Так вот, было выявлено, что инвазия в лимфатические узлы при резекции стенки мочевого пузыря встречалась значительно достоверно чаще, чем при радикальной цистектомии. И составляла практически более чем 30%. Но, с другой стороны, во время резекции мочевого пузыря лимфодонотобия была не столь обширна, как при радикальной цистектомии. Посмотрите, более 10 удалённых узлов наблюдалось только в 4% случаев, тогда как при радикальной цистектомии значительно больше. Ну и, соответственно, результаты этого исследования. Оказывается, что и общая пятилетняя выживаемость, и канцерспецифические результаты, они были практически сопоставимы. Так вот, может быть, и в этом есть один из поводов задуматься и тем самым улучшить результаты данного вида операций. На сегодняшний день используются современные технологии в виде лапароскопических операций, роботоассистированных операций. И совсем недавно, буквально в этом году, месяц назад, появилась такая статья, в которой операция выполнялась роботоассистированным доступом. Следует отметить, что всем пациентам выполнялась расширенная лимфоденотомия, и результаты несколько радуют, потому что практически не было положительного хирургического края только у трёх пациентов. Инвазия в лимфатические узлы у этой группы пациентов составлял всего 3%, однако этим пациентам сразу же выполнялась юанная химиотерапия. И рецидив в данной группе пациентов составлял 25%. Из них у определённых групп пациентов был поверхностный и, возможно, было сохранение мочевого пузыря с помощью трансфортральных резекций. И общая выживаемость в этой группе пациентов составила 80%, при безрецидивной выживаемости 68%. Это, пожалуй, лучшие результаты за всё время, которые отражены в литературе. Мультимодальное лечение, о котором так много говорят при использовании трансфортральной резекции, почему-то совсем забыли про открытые резекции мочевого пузыря. Есть несколько статей, которые показывают положительное влияние мультимодального лечения. Так, если использовать адюантную химиотерапию и дистанционную мочевую терапию, то инвазия в последующем наблюдается только у 14% пациентов, и более 60% пациентов сохранили мочевой пузырь в течение 5 лет. Ещё один вариант, который представила группа авторов под руководством Горы Штенберг, это использование неодюантной терапии. Как мы видим, общий выживаемость тоже составляет около 69%, и инвазия в мочевый слой 23%. Собственно, этим пациентам в дальнейшем также нуждались в выполнении радикальной цистектомии. Таким образом, можно сказать, что операция, которая заключается в локальном истечении стенки мочевого пузыря с опухолью, конечно, обладает меньшей инвазивностью за счёт меньшего количества осложнений. Но по последним данным, вполне возможно сопоставление выживаемости при сравнении с радикальной цистектомией. Однако, необходим тщательный подбор пациентов для этой операции с тем, чтобы обеспечить им, собственно, лучшее качество жизни. Благодарю за внимание. Спасибо. Мне кажется, что вопрос этот, соответственно говоря, отвечает на этот вопрос однозначно. Естественно, требуется расширенная, посторонняя даже лимфоданатомия. Как и при любой операции при раке, еще пузырь открытый. Или так? У меня не вопрос. Я хотел бы узнать, у нас будет сегодня в последней секции дискуссия на предмет возможности лапароскопической роботоассистированной радикальной цистектомии. И как раз в этой дискуссии мы обсуждаем риски, связанные с лапароскопией и ротелиальным раком. Что касается цистектомии, я еще могу это понять, и то с трудом. Но что касается резекции мочевого пузыря, я не знаю, мне интересно мнение профессора Стюдера. Вот та статья, которую вы привели, там были очень отобранные больные. Там были больные со стадии ПТ-2 максимальная. Это больные с низким риском. И многие, как я понимаю, были ПТ-1, потому что там было меньше, чем ПТ-2. Поэтому ориентироваться на эти результаты сложно. Мы, как центр, куда попадают больные, от которых все отказываются, могу сказать, что много больных после лапароскопических резекций с имплантационными метастазами. Это я могу сказать совершенно однозначно. Я хотел бы просто мнение профессора Студера узнать на этот счет. Ну, прежде всего, хочу поблагодарить вас. Действительно, вы дали такой очень полный, правильный обзор. Вы четко все описали, и каковы результаты. Я могу сказать, почему раньше результаты были немного лучше. Потому что слишком много вот этой частичной резекции проводились. Но на самом деле они не были нужны. Потому что уже же до этого были удалены опухоли. И вот это тримодальное лечение – это химиотерапия, лучевая терапия и органосберегающая процедура. Если бы мы уже удалили, если бы уролог вначале удалил полностью всю опухоль, то тогда результаты действительно отличные после лучевой и химиотерапии. И то же самое касается и вот этой вот проблемы. То есть я хотела бы сказать, что, старшина, если у вас такой вот инвазивный рак, и если вы режете его, то тогда эта опухоль распространяется абсолютно везде вокруг и умрет этот пациент. То есть не надо смешивать бананы и яблоки. Нужно тщательно отбирать пациентов. То есть очень часто попадают туда пациенты, которым вообще не нужна вот эта операция, не нужна эта резекция. И часто вот мы потом получаем такие результаты исследования. Извините, если я рисковато высказался, но тем не менее. Продолжение следует... Продолжение следует...